Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале Экзегет продолжаем читать книгу пророка Исаии. Ишаая 25. Господи, Ты Бог мой! Словами этой молитвы, этого обращения к Богу из уст пророка начинается 25 глава. 25 глава небольшая, и логически можно ее разбить на две части. Первая часть объединяет первые пять стихов. Это вот благодарственный гимн, первые слова которого мы прочитали. Вторая часть, начиная с 6 стиха по 12, описывает трапезу Господню, банкет, эсхатологический банкет, который будет совершаться и председательствовать, на котором будет сам Господь. Начнем с обзора первых пяти стихов. Прочтем их. Гимн. Торжественный гимн. Благодарственный гимн, который пророк озвучивает. Господи, Ты Бог мой! Превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное, предопределил древние истины. Аминь! Хм, удивительно. Гимн еще не закончен, а пророк уже говорит аминь. Да будет так. Все, что дальше Господь уже совершил, и все, что дальше совершит, оно дивное, оно предопределенное, оно является осуществлением древних истин. И что же здесь дивного и удивительного? Во-первых, второй стих, это разрушение города. О разрушении города мы читали в предыдущей 24 главе, особенно 10 стих, где было сказано, разрушен опустевший город, каждый город, город вообще, любой человеческий город будет разрушен до основания. А затем будет царство добра и справедливости, Божье царство. И новый город, уже не человеческий, а небесный Иерусалим, если вспомнить Новый Завет. Пророк продолжает свою молитву. Ты превратил город в груду камней. Господь часто превращал города в груду камней и даже не щадил святой свой город, Иерусалим. И многие другие города, прекрасные, хорошо отстроены, вспомним Тир из 23 главы. Часто города превращаются в груду камней, неприступные, казалось бы. И вот в будущем, в эскатологический день Господень, во время суда Божьего над человеком, город вообще и каждый город будет тоже превращен в груду камней. В груду бетонных блоков превратится и Бурж-Халиф в Эмиратах, и Москау-Сити в Москве, и те башни, которые строят китайцы в своем Шанхае. Все это будет превращено в груду камней. Твердую крепость превратил Господь в развалины. За это пророк славит Господа. Чертоги иноплеменников уже не стало, этих чертогов не стало в городе. Во век не будет он восстановлен. Да, человеческий город не будет восстановлен в эскатологическом Царстве Божьем. Там будет восстановлен Божий город. «И видел я, — говорит Иоанн, — Иерусалим, сходящий с небес, украшенный, как невеста для жениха своего. Небесный Иерусалим, небесный град, куда мы все стремимся с вами, братья-христиане, и гражданами которого мы уже в крещении, с нашего крещения являемся подданными этого града. А вот человеческий наш город, город вообще, не какой-то конкретный, а человеческая наша цивилизация, будет разрушен. Разрушен Богом. И праведный суд совершит Господь. И никаких чертогов, дворцов, кремлей в нем уже не будет. Все будет грудой развален. Посему будут прославлять тебя народы сильные, города страшных племен будут бояться тебя. Боятся и прославлять. Здесь стоят в параллелизме. Боимся мы Господа, поэтому его и прославляем. Все племена. Если сейчас не все племена и народы прославляют Бога, боятся и прославляют, то в будущем, в эсхатологический день Господень и в том новом мире, который грядет после этого дня Господня, будут волей-неволей бояться и прославлять Господа за его великие и дивные дела, за все то разрушение, которое Господь сотворил на земле, и за все то новое царство, созданное уже Богом, а не человеком, которого гражданами надеемся мы с вами остаться. «Ибо ты был убежищем бедного, убежищем нищего, в тесное для него время, защитую от бури, тенью от зноя, ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре против стены». Гневное дыхание тиранов и вообще все бедствия, грядущие на Вселенную, их сможет избежать нищий, смиренный, скромный человек, бедный, нищий духом и не только духом. А вот все те, кто сегодня гордые, богатые, тираны, злые, надменные, построившие города до небес, вот они как раз не избегнут наказания. Останется малый остаток кротких и смиренных и бедных земли. Амга-Арыц останется. Эти ановим Господни. Все это потом, эта тема переходит и развивается в Новом Завете. Вспомним хотя бы знаменитые христовые макаризмы, заповеди блаженств. «Как зной в месте безводном ты укоротил буйство врагов с зной тенью облака, подавленного ликованием притеснителя». Так оканчивается этот благодарственный гимн, в котором пророк благодарит от имени всех праведников и всех спасенных, благодарит своего Господа, благодарит за все то, что Господь совершил. А совершил он дивное и исполнил свои древние предопределения, древние истины, разрушил все ненавистное царство тиранов на всей земле, чтобы затем, конечно, не просто все погубить, а установить свое царство. Царство справедливости, Царство Божие, Царство Мира. Часто об этом и у Исаии. Об этом в Новом Царстве говорится и у других пророков. Итак, здесь, в этом благодарственном гимне мы видим, что тема распадается как бы на три. Разрушение града, второй стих, обращение народов, оставшихся в живых. Эти народы и наплеменники, они обратятся к Богу, прославят его, боятся и прославят. И победа над гордыми, над этими тиранами, над ними, они будут побеждены. Господь их всех победит. Победа будет за ним. Вот эта победа нам и нужна. И за ценой здесь никто не собирается стоять. Другие тексты развивают идею. Вот эти идеи все. И можно найти много параллелей и у Исаии, и у других пророков, и в Новом Завете тоже. Следующая тема, вторая тема 25 главы. Эта тема начинается с 6 стиха и говорит о некоем божественном пире, о божественной трапезе, о божественном банкете, который устроит сам Господь Саваоф. И сделает Господь Саваоф Цеваот. Это значит Господь воинств, Господь сил. Цва — это армия. Господь верховный главнокомандующий своей армии. Армии. То есть воинством небесным, ангелов и армии, конечно, человеческой. Его прообразом была армия Израиля. Но речь идет у пророков, конечно, вот здесь, в апокалиптических главах пророков, в эсхатологических речь идет не о конкретной какой-то израильской армии, армии Давида, например, или о другом воинстве израильского народа, а речь идет о божественном войске, которое подчиняется Господу, эсхатологическую битву, оно совершает, и всех врагов побеждает. Вспомним 37 главу, 38 главы Ехискеля, Езекииля. Так вот, здесь на Горесии для всех народов трапезу Господь устроит. Эту трапезу устроит Господь Победитель, Верховный Главнокомандующий, Господь Циваот. Священная тетрограмма, четырехбуквенное имя, имя, которое было открыто Моисею и Израилю. Вот он имеет титул Циваот, Господь Воинств, Господь Сил, Цва Армия, Цваот Армии, полчища, воинства, силы вооруженные. На Горесии для всех народов. Какая гора? Гора Цион, о которой упоминалось в заключительном стихе предыдущей главы. Возможно, а может быть, та идеальная гора, как место, метаисторическое место особого присутствия и место престола Господня. Часто ее находят параллель в этом, в преданиях древних народов, угорит, гора Цафон и так далее. Вот здесь гора Сия, ну, можно считать, что речь идет о горе Цион, гора Сион, скорее всего, но может быть и вообще какая-то идеальная гора, как место, на котором пребывает особое присутствие Господня, его шхина. Гора Цион, кстати, не самая высокая, может быть, даже и в Иерусалиме она не самая высокая гора. Так вот, на горе на этой сделает Господь для всех народов трапезу, те народы, которые переживут глобальную катастрофу, из тучных яз, трапезу из чистых вин, из стука костей из самых чистых вин. Чистые вина повторяются дважды в этом стихе. О вине плакали в 23 главе жители, что не стало вина. Всякое веселье прекратилось в 24-й предыдущей главе. А здесь как раз много вина, трапеза. Трапеза — это праздничная, торжественная, это пир, божественный пир, банкет, который сам Господь устроит, и на нем будет много мяса и вина, как на всякой праздничной трапезе. Что же это за праздничная трапеза, если на этой трапезе нет лучших явств, лучших, самых тучных явств, мяса, и нет самого прекрасного, самого чистого вина. Такого вина, которое самое лучшее является. Например, славным вином называется в 14 главе Осии ливанское вино. С ним даже сравниваются возвратившиеся из плена израильтяне. Говорится о них, они будут славны, как вино ливанское. Известны своим качеством также и португальские вина. Ну, какие бы то ни было вина, явно это будет не бормотуха типа Агдама. Это будут лучшие, самые чистые вина и самое лучшее мясо на этой трапезе, которую устроит Господь. Одно иудейское предание говорит, что сам Левиафан, который будет побежден, а его победе над ним мы прочтем чуть дальше, в следующих главах у Исаии. Вот сам Левиафан этот достанется людям в пищу пустыни. Обыгрывается строка одного из псалмов, Левиафан в пищу пустыни. То есть пища праведника в Царстве Божьем будет это мясо на этой трапезе, это будет мясо Левиатана, мясо Левиафана. Праведники будут пить лучшее вино на трапезе Господней и вкушать лучшее мясо, то есть мясо Левиафана, сотворенного этого чудовища, сотворенного Богом, которым Господь забавляется, играет с ним, как птичка. Говорится в псалме, вот он, этот Левиафан, Иов говорит, у него хвост, как толще кедра, и он этим хвостом создает бурю на море и переворачивает корабли. Левиафан этот водится в Средиземном море, он создает бурю, переворачивает корабли, и вот он будет, в конце концов, Богом поражен, уничтожен. Мы дальше, в следующих главах, об этом прочтем у Исаии. И он достанется людям, праведникам, в пищу. И вот на этом, на этом перу, на этой трапезе Господней, люди будут пить лучшее ливанское вино и будут вкушать самое вкусное из всех мяс, самого вкусного животного, левиатана. И уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Что за покрывало здесь, о каком покрывале идет речь, но поскольку гора сия, ее можно отождествить, как я сказал уже, с горой Цион, то, скорее всего, этот покров, это покрывало, покрывающее все народы, это покрывало незнание, неведение. И вот все люди будут знать Господа. Об этом есть у пророков. Никто не будет уже учить друг друга и будет говорить, пойдемте учиться, вот, учить Слово Божье, учиться ходить путями Господними, но каждый будет знать Господа, каждый будет доктором богословия, каждый будет знать все пути Господни, каждый будет жить с Господом и лично знать Господа. Не знать о Господе, богословствовать, там, суесловствовать, а знать самого Господа. Знание Господне наполнит землю, как воды наполняют море, говорил пророк когда-то в другом своем пророчестве. Вот эти знания наполнят землю. Покрывало будет снято, покрывало не знания, не ведения со всех народов, со всех племен. Восьмой стих очень важный, потому что находит себе отражение в Новом Завете, прямо-таки цитируется, поглощена будет смерть навеки и отрет Господь Бог слезы со всех лиц и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь. Апостол Павел в своем послании, первом послании христианам Коринфа цитирует этот стих, рассуждая о грядущем воскресении мертвых, он говорит, поглощена будет смерть победой. Дальше он еще цитирует пророка Осию, смерть, где твоя жало, ад, где твоя победа. И вот важно, что это пророчество, оно актуально для нас, христиан. Мы верим, мы знаем, что смерть будет поглощена победою. Она во Христе уже победой поглощена. Христос победил своей смертью смерть. И вот эта победа Христа, она распространится на всех мертвецов. Мертвые, лежащие во прахе земли, пробудятся, говорит Даниил, и мы чаем воскресения мертвых и жизни будущего века, чаем всеобщего воскресения, потому что смерть навеки, сказано, будет поглощена победой. Отрет Господь слезы со всех лиц, то есть не будет скорби, не будет страдания, не будет болезни, не будет смерти в новом Царстве Божьем, грядущее торжество которого, после суда Божьего, оно неотменимо. Это будет последним священным событием в мировой истории, уже даже за пределами этой истории, в мета-истории. «И скажут в тот день, ибо вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Сей есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасении Его». В тот день из всех уст, из уст каждого человека раздадутся эти слова. Все те, кто будут спасены, все те, кто уповали на Господа и получили спасение, все те, чья смерть поглощена победой Господней, они, все люди, воззовут ко Господу, прославят Его, воспоют Ему, увидят Его и скажут, вот Он, Бог наш. Чистое сердцем Бога узрят тогда все. Сей есть Господь, не будет уже других богов, не будут почитать люди, тварь вместо Творца. Будет единый Господь и единое Царство. Этому Царству веселья, радости и спасения не будет конца, как мы верим, уповаем и исповедуем. Ибо рука Господа почиет на горе сей, на горе, видимо, все-таки Сион, Цион, о которой речь шла в заключительном стихе предыдущей главы, когда мы читали Господь воцарится на горе Цион и в Иерусалиме и предстарейшинами будет слава. Все-таки гора Сион. Ну, потом вдруг появляется в этом 10 стихе почему-то Моав. Моав, Моавитяне, дальние родственники израильтян, единственное здесь вот это упоминание какого-либо народа в этих главах, помимо израильского народа, собственно говоря, в этой главе это единственное имя собственное, Моав. Моав будет попран на месте своем, как попирается солома в навозе. Это внезапное появление Моава вызывает недоумение у комментаторов. И некоторые предпочитают сделать конъектуру, произвести такую вот амендацию, то есть исправить это Моав на близкое, в общем-то, по написанию достаточно близкое, не такое, что совсем близкое, но предлагают исправить Моав на Оев, враг. И тогда вроде бы получается складно, ибо рука Господа почьет на горе сей, и Оев, враг, будет попран, то есть все враги будут уничтожены. Причем здесь Моав? Разве только Моав будет попран, все же будут враги, все народы попраны. Казалось бы, складной, удачной вроде бы, удачной амендации, но, к сожалению, это не находит в себе подтверждения, является чистой гипотезой, не находит в себе подтверждения, такое исправление ни на чем не основано. То есть, это чисто гипотетическое такое, не выходит за рамки гипотез. Поэтому мы все-таки оставляем Моав. Вообще, не стоит слишком уж доверять всякого рода амендациям, конъектурам, исправлениям священного текста. Комментатор, экзегет, не должен поступать как учитель, исправляющий ошибки в сочинении своего ученика, читая Священное Писание. То есть, все-таки мы должны уважительно относиться к тексту в том виде, в котором он до нас дошел, к масоретскому тексту, еврейскому масоретскому тексту, ну и к тем свидетелям, к другим свидетелям различных текстуальных традиций, которые до нас дошли, к кумранским рукописям, к древним переводам, к септуагинте, к торгумам, к пишите и так далее. И хотя он распрострет посреди его руки свои, как плавающие, распростирает их для плавания, но Бог унизит гордость его вместе с лукавством руки его, как солому попирают в навозе, так Господь попрет, будет попирать Муава. Муав часто выступал и насмешником, и врагом Израиля, и вот он будет наказан, Господь его будет попирать, а тот будет пытаться спастись, как плавающий пытается спастись во время бури в море, распростирая руки свои для плавания, но все равно утонет в этом своем навозе. Бог унизит гордость его вместе с лукавством рук его. Лукаво поступал Муав, и все враги Божьи поступают лукаво. Эта гордость будет унижена. Об унижении этой гордости говорилось и выше в этих главах Исаии. Всякая гордость земли будет Господом унижена. Господь унизит гордость Муава, а вместе с ним, с гордостью Муава, унизит и гордость всех своих врагов. Те, кто противится правде Божьей, противится истине, противится спасению, живет так, как будто с людьми Бог не устанавливал завета, отвергая, попирая завет с Ноем. Завет, упоминавшийся, о котором содержался намек, содержалась аллюзия в предыдущих стихах у Исаии. Здесь мы уже говорили об этом. Так вот, гордость всех гордецов будет Богом унижена. Сказано также в Писании, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Смиренных Господь спасает, возвышает их. Те, кто сам человек смиренен, смиренный у него дух, ходит смиренно с Богом своим, вот такого человека Господь возвышает. А человек, который надмивается, гордится, а тем более восстает на Бога, бунтует с Богом, строит башни до небес, пытаясь себя прославить, свою гордыню вознести до небес. Вот такой человек будет унижен. Унижен он будет во время этой глобальной, грядущей на вселенную катастрофы, божественной битвы, битвы божественной армии Господа Саваофа со всеми вражьими полчищами. И в том новом божественном суде и в том новом царстве для этих гордецов не найдется места в Царстве Божьем. И твердую невысоких стен твоих обрушит, низвергнет, повергнет на землю в прах. Мелкий прах, пыль, подымаемая легким ветерком, прах, воздымаемый ветром, прах или мекина, то, что остается от обмолота зерна, оно здесь конкретно имеется в виду прах, афар, пыль, прах. Вот во что превратятся все гордые высокие стены, гордые высокие башни, которые человек воздвиг и построил во славу свою. Землю наполнит слава Господня, а не человеческая гордыня. Так завершается 25 глава книги пророка Исаии, часть его эсхатологического послания, содержащегося в 24-27 главах. В следующий раз мы продолжим читать это эсхатологическое, великое эсхатологическое апокалиптическое пророчество Исаии. Запись делается для библейского портала Экзегет. Экзегет.